Индотелон – инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения – Санофиа Вентис Франс, Франция, Кота и Текс, С0-5С и активное вещество – лекарственное. Форма – индотелон, форма выпуска, упаковка и состав препарата индотелон. Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой желтого цвета, круглые, гладкие, блестящие, без запаха или со слабым запахом. 1 ТАП – олигомеры процианидоловой семян винограда культурного 150 мг, вспомогательные вещества, целлюлоза микрокристаллическая. 50 мг – кремния диоксид коллоидный 1 мг, магния стеарат 4 мг. Состав кишечно-растворимой оболочки – метакриловой кислоты и этакрилота саполимер 1,1,14,707 мг, натрия гидроксид 0,22 мг. 3 Тилцитрат 1,47 мг, тальк 3,603 мг. Состав сахарной оболочки – сахароза 211,009 мг, желатин 0,139 мг, акации кометь 6,015 мг, титана диоксид, Е171,35. Больше чем 472 мг, краситель железа оксид желтый, Е172,0,129 мг, воск корнаубский, следы. 10 штатблистеры, 2 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. Фитопрепарат, применяемый при нарушениях венозного кровообращения фармакотерапевтическая группа. Венотонизирующие средства растительного происхождения фармакологическое действие. Процианидоловые олигомеры являются активным ингредиентами водорастворимого экстракта, приготовленного из виноградных косточек, витис. Венифера, входящего в состав препарата эндотелон. Процианидоловые олигомеры защищают структурные белки, коллагены и эластин, от ферментативного расщепления и термической денатурации. Препарат увеличивает тонус вены, снижает проницаемость капилляров. Показания к применению лечения начальных, функциональных проявлений венозной и лимфатической недостаточности, тяжести или боли в ногах, синдром, усталых, ног. Лечение лимфостаза верхних конечностей после лучевой терапии или операции по поводу рака молочной железы, в качестве дополнения. К физическим методам лечения, в особенности в дополнение к ношению эластического рукава, в качестве монотерапии при неспособности. Пациентке использовать физические методы лечения, которые являются лечением первого выбора. Способ применения и дозы прием внутрь через некоторый интервал после приема пищи. Противопоказания к применению Повышенная чувствительность к процианидоловым олигомерам или к одному из компонентов препарата. Непереносимость фруктозы, синдром малиабсорбции глюкозы или галактозы или дефицит сахарозы изомальтозы, в связи с наличием в составе препарата сахарозы. Беременность, недостаточность опыта клинического применения. Период лактации, недостаточность опыта клинического применения. Особые указания в случае упорного сохранения местных симптомов или появления новых необходимо проконсультироваться с врачом.